Добрый день! Это программа «Проспорт по существу» и я Валерий Гореликов, директор Центра Спортивного Менеджмента МФПУ «Синергия». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Тарасов, директор Московского международного марафона. Добрый день, Дмитрий! Добрый день! У вас уже, наверное, есть немножко перерыв после проведенного совсем недавно знакового мероприятия. Как чувствуете после следующего марафона, который провели, и как настроен на следующий? Ну, если говорить, как все это чувствуем, но пока большая усталость накатилась, потому что сезон долгий, не все измеряется только одним мероприятием. Вот, и начали мы работу еще с января. Фактически в течение всего этого периода времени у нас был такой большой, ну, было очень много работы, скажем так. А сейчас мы закрываем документы, фактически закрываемся перед партнерами, сдаем отчеты, делаем всякие приятные штучки для партнеров. Вот, и думаю, что через две недели мы как раз сдадимся полностью, и тогда уже можем говорить об отдыхе. Если говорить в целом о том, как мы будем действовать, ну, чуть позже, буквально через месяц после того, как мы выйдем, в ноябре, у нас будет достаточно активная фаза, когда мы будем готовиться к следующему году. Все очень близко. Хорошо, Дмитрий, я знаю, что вы не первый день в спортивном менеджменте, а сегодня уже в топ-менеджменте. Как пришли в спорт, в спортивный менеджмент? На самом деле это долгая история, да, вам, может быть, и не хватит одной передачи для того, чтобы это все рассказать. Но все началось с того, что все началось в моей семье, любовь к спорту привел отец, который был самым спортсменом-любителем, в какой степени даже полупрофессионалом. Который привел мне любовь к футболу. И с этим я фактически прожил всю свою, там, школьную жизнь, да, ни на шаг не отступая, в принципе, от данных аспектов. Я занимался разными видами спорта, да, и единоборствами, в том числе, да, саморазвития, и футболом, начиная с шести лет, и, ну, всякими видами спорта, которые позволяли мне саморазвиваться. Потом, совершенно неожиданно, в 19 лет, когда я закончил спортивную карьеру, связанную, как бы, именно с травмой, так сложились обстоятельства, что меня пригласили как студента на работу в Nike, где я был неофициальным сотрудником, да, очень долгое время помогал им делать футбольные проекты. В том момент, как раз, компания Nike подписала долгосрочный контракт с Российским футбольным союзом, и я как раз был одним из тех, кто занимался организацией, или, вернее, занимался активацией спонсорского контракта. При этом я учился в университете, слава богу, там, ситуация позволяла, я еще продолжал играть на футбол, вот, но при этом очень сильно еще начал увлекаться еще и велосипедным спортом, роликами, и в целом, как подсказала моя практика, я занимался спортом примерно 12 часов в сутки. На самом деле была увлекательная жизнь, как бы жизнь студента, вы сами знаете, она всегда увлекательна. Вот, но я пропитывался духом большой-большой компании. Это было, на самом деле, хорошим испытанием, хороший опыт, который, по-моему, помогает мне сейчас. Взяли вас потом работать себе? Ну, на самом деле, дальше-то вообще, в принципе, все сложилось необычно. Я думаю, что если бы еще, там, годика-два, и, наверное, меня бы взяли бы на работу в компанию, тогда еще Долтаспорт. Вот, но обстоятельства сложились таким образом, что на меня вышли люди, которые очень долгое время работали в Олимпийском комитете Российской Федерации, в Национальном Олимпийском комитете, и они сказали, что в компании «Рибок» освободилась должность спортивного менеджера, и компания очень ищет молодого человека, который может занять эту позицию. И я попал в компанию, тогда это был официальный дистрибьютор, компанию «Зау РБК розничной торговли». Ну, в принципе, я называю «Зау РБК Россия», потом она «Зау РБК розничной торговли». Вот, я проработал там 6 лет. От позиции обычного менеджера до руководителя спортивного маркетинга. Это были очень интересные годы. Я получил очень большой опыт работы непосредственно в спортивном маркетинге, который не был связан ни с футболом, ни с хоккеем, скажем так, ни с суперпопулярными видами спорта в России. Я благодарен судьбе за то, что она связала меня с великими атлетами и спортсменами, такими как Алексей Немов, как Ирина Чащина, Алина Кабаева, Светлана Хоркина, которые представляли немножко те виды спорта, которые не были настолько популярны в России, как художественная гимнастика, спортивная гимнастика. Но это как раз были те виды спорта, которые были контрактными у Reebok непосредственно. Именно на тот момент. Но мне повезло, что именно в тот период времени компания начала развивать социальный проект под названием Reebok 3х3. Blacktop. Ну, вот тогда он назывался, до моего прихода, он назывался Blacktop, и уже проводилось несколько таких больших турниров в Москве. Вот. Но мне удалось донести до руководства компании, что организация одного мероприятия – это, наверное, очень хорошо, и все люди ждут этого события, готовясь к нему целый год. Но было бы замечательно поменять концепцию всю и сделать это мероприятие долгоиграющим. И, как показала практика наша, да, это на самом деле нам очень сильно помогло, потому что это стало развивать аудиторию. Мы сфокусировались в своих действиях и планах на строительстве площадок игровых. Да, что, в принципе, тогда еще не было модно. Тогда никто этим не занимался. Мы были первые, кто начал строить баскетбольные площадки. Одна из них была построена в Москве, одна в Краснодаре, одна в Ростове, в Перми. Да, и мы потихонечку начали развивать баскетбольное движение. Стритбол? Да, стритбол. Это при том, что была конкуренция с других брендов. И Adidas был, и Converse, и Nike. Да. Мы начали развивать именно данное направление в этом виде. Но при этом, конечно, мы не отказывались от больших глобальных проектов, но вкладывали большое количество денег в структуру, которая позволяла бы надеяться на развитие аудитории. Я знаю, в то время Рибок уже начал одевать и баскетбольные команды? Нет, на самом деле еще пока не было. То есть первое, с чем мы начали, это с уличного баскетбола. Задача была поменять ментальность людей и отношение к бренду, потому что сложилось мнение после определенных лет, что обувь Рибок, она не очень хорошая. Но нам впоследствии удалось поменять эту ментальность. И очень многие ребята, которые фактически приходили на площадку детского возраста, вырастали непосредственно с брендом, да, и потом носили эту... Пампы? Ну, пампы в том числе. А пампы были очень модными на тот момент, как бы, да, модной обувью. И, конечно, не всем она доставалась. Она была одной из самых дорогих моделей. Да, дорогая, и стремились заполучить, потому что это круто было. Но тогда же, опять же, мне повезло, что мне удалось убедить руководство компании о том, что надо начинать профессиональную деятельность, спонсорство профессиональных клубов. И первое, с чем мы начали, мы начали с Уралгрейта. То есть даже еще не с контракта между Федерацией баскетбола, да, а непосредственно с Уралгрейта. Это были, на самом деле, очень интересные годы. Пермь, да, неизвестный для меня город до этого. Неизвестная для меня команда, которая выросла просто из ничего. Да, фактически усилиями нескольких человек. Потом я с ними познакомился. Конечно, у меня складываются до сих пор теплые отношения с Сергеем Валентиновичем. Да, как бы мы нечасто созваниваемся, но я знаю, что он следит за моей карьерой. И периодически пишет мне смс-ки на счет того, что он следит за мной. Все под контролем. Все под контролем, да. Но тогда как раз и началась вот эта эпопея, связанная с развитием баскетбола. И несколько лет контракты с Уралгрейтом помогли нам понять, что нам не хватало для того, чтобы развивать этот рынок. После этого сформировалась некая бизнес-модель, которая позволила при еще подписании контракта с РФБ начинать развивать продажи непосредственно экипировки. То есть я ушел от чисто маркетингового, как бы, да, историю поперешел, ну, начал совмещать эту историю с продакшеном, с производством. Мы начали искать мощности в России, мощности в Китае, заказывать материалы. То есть это все ложилось, как бы, на мои плечи, а с учетом того, что я был фактически единственным сотрудником в компании, кто отвечал за спорт, то такой был, как многостаночник, который успевал делать все вещи в компании. В итоге вас баскетбол перетянул, я знаю. Ну, так сложились обстоятельства, что в 2006 году, когда компания потеряла права на, скажем так, не так, а когда Adidas поглотил Рибок, да, это случилось именно в 2006 году, моя компания заключила соглашение с Adidas Group в России о том, что будет заниматься маркетингом и развитием розницы там до ноября 2006 года. И объявили нам это заранее, за шесть месяцев. И попросили меня остаться в компании, да, и, в принципе, закрыть все хвосты, связанные как бы с развитием бренда, именно в баскетболе, закрыть контракты, скажем так, отчитаться за все продажи, которые там есть и так далее. Вот, и мне повезло, что именно после окончания моей карьеры в Рибоке, конечно, я, правда, не мог устроиться на работу в течение шести, наверное, месяцев, потому что для никого не было понятно, что такое спортивный маркетинг и вообще, в принципе, спортивный менеджер в то время. В то время, да, то есть я приходил в компанию и говорю, да, классно, все супер, а что с этим делать? Но нам нужны продавцы. Вы продавец, но на самом деле у меня были такие, как бы, жил как бы именно продавца. Я поэтому готов был уйти куда-нибудь на продажу, но понимал, что быть продавцом в какой-нибудь компании мне не устраивало, потому что я люблю творить, да, мне нравится делать, придумывать необычные проекты. И потом их реализовывать. Так сложились обстоятельства, что я поработал, наверное, месяца три в компании «Новая лига», да, которая занималась организацией крупных на тот момент и вообще, в принципе, даже на данный момент крупных сноубордических и лыжных соревнований, в том числе и в Москве. Вот, и я поработал с ними, наверное, три месяца, но потом совершенно неожиданно ко мне обратились люди из Российской Федерации баскетбола с предложением возглавить, стать генеральным менеджером женской национальной сборной по баскетболу. Потом у меня стоялось несколько бесед в Федерации баскетбола, и меня убедили, что у меня помимо должности менеджера в женской сборной будет еще много обязанностей, связанных с маркетингом в Федерации баскетбола. И через какое-то время я согласился перейти на работу. Это был сложный момент, потому что очень трудно расставался с новой лигой, в меня там верили и хотели, чтобы я остался работать там, ну, там, с моим бэкграундом, да, который им был необходим. Вот, но я все-таки выбрал Федерацию баскетбола, и на самом деле потом я не пожалел. Хорошо, Дмитрий, об этих и других направлениях вашей деятельности мы продолжим после перерыва. Это программа «Про спорт по существу». У нас в гостях Дмитрий Тарасов, директор Московского международного марафона. Дмитрий, вот все ваши предыдущие опыты во многих видах спорта, я думаю, подготовили вас к плавному переходу к такому мероприятию, массовому, масштабному, как Московский международный марафон. Как вообще вот тот опыт, который вы в предыдущих своих работах, должностях, сейчас применяете у себя в Оргкомитете в работе по подготовке, проведении марафона? Ну, на самом деле это трудный вопрос, как мы его применяем, потому что в основном все, что сейчас есть, это результат собственного внутреннего обучения, тому, что мы даже не обучились в течение предыдущих лет. Бизнес, связанный непосредственно с марафоном, он достаточно специфичен и очень уникален с точки зрения, ну, продумывания самого бизнеса и с точки зрения его реализации. К сожалению, до моего прихода, ну, да, в России, не к сожалению, а к радости до моего прихода, в России, как таковое марафонское движение уже существовало и имело достаточно большую историю. Клубы любителей бега. Клубы любителей бега, целое даже соревнование среди клубов любителей бега, да, и фактически клубы любителей бега существовали на всех предприятиях, заводах в советское время. Фундамент для этого существовал. Да, но все мы знаем одну теорию о том, что люди начинают заниматься бегом, когда они достигают возраста уже 30-35 лет, это связано с тем, что они в этот момент задумываются именно непосредственно о своей физической форме, да, меняется гормональный фон, меняется так или иначе отношение к жизни. Люди, которые успевают достигать какого-то, достигать какого-то уровня жизни, они начинают задумываться о своем, как бы, именно спортивном состоянии, о состоянии своего организма, и они задумываются о спорте, в разных хипостасях начинают им заниматься. Бег как раз вот одно из таких, одно из таких направлений. И практика международная говорит, что да, вот 35 лет – это вот тот самый возраст. В России поколение, которое я заставил, было уже кому за 45, я бы назвал бы так. Молодого поколения появлялось очень мало, но это на самом деле их можно было посчитать, там, сосчитать, там, до 100, да, как бы, чтобы набрать количество марафонцев в возрасте, там, 25 лет, там, а то и 30. Вот, сейчас ситуация кардинально меняется, но это на самом деле работа долгого периода времени, это работа вот 5 лет. Я не скажу, что это связано только, там, с моей деятельностью, там, с деятельностью моей компании или деятельностью московского марафона. В целом это связано с тем, что в 2010 году один, как бы так, бренд Nike обратил внимание на то, что у них есть своя собственная маркетинговая стратегия, которая была развита во многих странах мира. Это был собственный проект, который назывался Run, не знаю, Тель-Авив, Run, Стамбул и так далее. И они хотели развивать данную историю здесь, в стране, но для этого им необходимы нужны были кадры. Новые люди, новые участники, потому что, ну, не хотелось собирать на свои забеги людей в возрасте за 45, 50, 60, 70 лет. Сформировать новую, молодую, перспективную аудиторию, как для потребления их продуктов, так и для создания венды. Все правильно, да. Как получилось расширить аудиторию, омолодить ее, за счет чего? Ну, отправной точкой для меня и, в принципе, как и для Nike, мы делали множество ивентов до первого Run Moscow, да. Но именно сам первый Run Moscow стал некой отправной точкой. Почему? Потому что нам удалось собрать на тот момент около 10 тысяч студентов, московских вузов, через различные комитеты студенческие и так далее. Мы собирали их очень-очень долго, и мы привели эту аудиторию и показали им, что такое модное, крутое беговое мероприятие, которое не только связано с бегом, но связано с общением этой молодежи, с привлечением большого количества селебритес, молодых, известных людей, которые бежали, в том числе вместе с ними, и с большой концертной программой. Все это вместе создало такой благоприятный фон для вовлечения молодежи непосредственно в беговую тусовку. Начали формироваться беговые клубы, начали появляться лидеры мнений, начали появляться люди, для которых Берг стал ежедневным занятием. Сегодня, насколько я знаю, ваш марафон поддерживает другой сильный спортивный бренд Adidas. Как с ним получилось сотрудничество выстрелить и получить такой результат? Ну, на самом деле, это очень тоже опять долгая история. Мы проработали два года с Nike и организовали беговые клубы, и за них отвечали, и участвовали в организации RunMoscu. Поэтому у нас накопилось большие знания и опыт по поведению, большие в кавычках, да, мы же понимаем, что до марафона нам еще не дотягивали вообще в своих знаниях. Вот, но у нас сформировалось понимание того, что необходимо дальше, да, именно беговой аудитории. Куда ее направлять? Какие потребности у них возникли в связи с развитием беговой аудитории. Мы обратились с этой историей в компанию Nike, но они сказали, что у нас своя маркетинговая стратегия, которая основывается на небольших забегах, да, до 10 километров. Их интересует ниша очень большая, широкая, но не профессиональная. Вот, и тогда в этот момент мы поняли, что нам нужно развиваться, брать это в свои руки. И мы познакомились с руководством Лужников, который к тому моменту делал второй в Москве марафон после МММ. Да, это был второй марафон Лужники с большой историей, также там с 80-х годов, у которой была своя же аудитория. И она тоже была достаточно высоковозна, ну, скажем так, уже достаточно… Не молодая. Не молодая аудитория, да. Вот, и мы увидели руководство в том, что надо взять курс на омоложение, нужно использовать все необходимые там новые веяния в беге, тренды, да, как бы заводить непосредственно в марафон Лужники. Но нас попросили в первый год не заниматься полностью реконструкцией, нас попросили поддержать, наполнить необходимыми технологическими процессами организации мероприятия. Что мы, в принципе, и сделали. В первый год нам удалось увеличить аудиторию непосредственно с забегов в Лужниках практически на три раза. Но мы понимали, что этого недостаточно, и нужно менять вообще концепцию организации мероприятий, и делать упор на тематические забеги, и вообще, в принципе, выстраивать линейку таким образом, чтобы финальным событием являлся сам марафон, а перед ним было очень много подготовительных забегов, потому что аудитория еще не была готова к марафону, наша задача основная – воспитать марафонскую аудиторию, ну, а их стороне можно пересчитать по пальцам. Сегодня у вас 20 тысяч стартовало, сколько из них классику бежали? Классический марафон бежало в районе 6 тысяч человек, хотя зарегистрировалось 8 с половиной, и, в принципе, количества желающих людей было намного больше, но мы установили специальные лимиты для того, чтобы, скажем так, лучше не сделать больше, да, сделать лучше меньше, но качественно, да, как бы наша задача была качественная проработка, потому что по нашему плану в следующем году мы должны сделать мероприятие уровня бронзового лейбла и ав, да, для этого необходимо отработать очень много моментов, связанное с организационной точки зрения, связанное с точки зрения работы с элитными спортсменами, связанное с точки зрения обучения работы с потоками, потому что чем больше аудитории, тем труднее распределять потоки, и это проблема роста всех марафонов, да, что когда ты делаешь мероприятие на 10 тысяч человек, у тебя, наверное, одни проблемы, на 20 другие, да. Порождает новые проблемы, новые. На следующий год какую цифру планируете и что планируете предпринять, чтобы стать челлендж, по-моему, да, первый уровень? Ну, на самом деле мы планируем 30 тысяч участников на следующий год, там будут, опять же, две дистанции 42 и 10 километров. Мы ни в коем случае не хотим отказываться от 10-километровой дистанции, потому что в целом аудитория пока еще не созрела для марафона. Большое количество отказников в этом году подсказывает, что люди регистрировались на марафон, не понимая, что они смогут преодолеть эту историю. Они к ней не подготовились, как результат их, ну, не пришло на старт очень много. Наша задача минимизировать всю эту историю, минимизировать с точки зрения отказов, да, и собрать максимальную аудиторию, уже больше 10 тысяч человек на марафон. Это вот наша там цель, таргет, да, которую мы хотим достичь в следующем году. Вот так вот, наша максимальная цель – 12 тысяч участников на марафонскую дистанцию. Как вообще сегодня московский международный марафон продается со стороны маркетинга? Хороший вопрос. Ну, можно начать с самого первого. Вопросы, которые вы мне задали, связаны с Adidas. Как же все-таки удалось Adidas эту продать? И тогда мы уже поговорим о том, что нас ждет в ближайшем будущем, да. На самом деле, продавать изначально марафон было очень трудно. Когда мы его создавали, фактически мы на пальцах объясняли, что такое московский марафон. Мы приводили в пример лондонский, нью-йорский, все основные мейджоры. Включали видео, зарисовки с YouTube и говорили, у нас будет так же. Да, но просто нет, чтобы было показать. Обратите внимание, в России такого проекта никто не делал. Масштабы в таких не было. Да, в таких масштабах. Мы, конечно, еще показывали типа RunMoscow и все остальное, чтобы мы делали, какой у нас был опыт. Но люди говорили, ну окей, хорошо, мы подождем. Вы сделаете, а мы потом. Вы сделаете, а мы потом подумаем, да, вкладывать в это деньги или нет. Но так сложились обстоятельства, что благо, из-за того, что я знаю достаточно многих людей в области спортивного маркетинга, из нашего бизнеса, я созвонился на тот момент с человеком в Adidas и предложил ему поучаствовать вот в такой программе. Это, опять же, совпало с их маркетинговой стратегией. Они тоже решили, что им надо так же, как и Nike, фактически вкладываться и продвигаться через бег. Через бег, да. Потому что это самый доступный вид спорта, в отличие от футбола, хоккей и так далее, для массовой аудитории. И они приняли решение, ну скажем так, они купили нашу идею. А дальше мы подписали пятилетний контракт, и мы благодарим их, на самом деле, за то, что они в нас поверили. Сейчас они ни о чем не жалеют. Хотя, поверьте мне, что после первого года у них возникли такие сомнения, стоило ли, правильно ли они сделали, что подписали с нами. Тем более на такой длительный период, на очень серьезный срок для нашей действительности, для спортивного маркетинга в России. Как вообще сейчас открыты позиции? У нас бизнес-канал, у нас смотрят много людей, которые сами бегают, смотрят на ваш марафон, может, готовы поучаствовать. Есть ли позиции, которые можно сегодня купить, чтобы продвигаться через московский международный марафон? Ну, давайте, опять же, я продолжу, как бы, тогда свою мысль, что мы, конечно, заинтересованы именно в создании достаточно сильного бизнеса, который приносил бы дивиденды не только нам, но и компаниям, которые бы становились спонсорами московского марафона. Но для этого сейчас у нас открыты фактически все позиции. У нас остался пока один генеральный партнер, как Adidas. Мы находимся в стадии переговоров с крупными брендами, которые пришли к нам после вот как раз вот этого марафона, который вот состоялся в этом сентябре, которые заинтересованы вкладываться в такой проект. Но при этом скажу, что у нас ограничено количество позиций. Мы намеренно это сделали по причине того, что если создавать большую могилу из спонсоров, то активности настолько сильно размываются, что партнерам это неинтересно. Интерес падает. Да, поэтому мы осознанно пошли на это, изучив, естественно, опыт Берлина, Нью-Йорка и так далее. Мы выбрали историю, при которой у нас минимизировано количество официальных партнеров, да, партнеров и там генерального и титульного партнера. В общем, на сегодня есть позиции, с которыми можно поработать и обращаться к вам. Большое спасибо Дмитрии. У нас в гостях был Дмитрий Тарасов, директор Московского международного марафона. И я, Валерий Гореликов. До свидания.